Это пока такой эскизный вариант, который сейчас будет прорабатываться. Под прицелом нескольких десятков пар глаз директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин рассказывает о предстоящей модернизации. В двух шагах от группы сотрудников и гостей предприятие скоро вырастет гигантская труба высотой в 270 метров. Такой в городе нет. Ради неё снесут несколько старых складских корпусов и три самые низкие из четырёх действующих труб. Высота даст непосредственно более эффективное рассеяние за счёт уже способности атмосферы, городской атмосферы воздуха, уносить эти загрязняющиеся тва за пределы городской черты и не позволит им накапливаться уже в приземном слое города. Старейшая в городе ТЭЦ согревает 400 тысяч горожан. Она была построена ещё в 40-х годах. Здесь котлы до сих пор растапливают дровами, а не мазутом, как на остальных. Устаревшее оборудование не позволяет установить электрофильтры, они просто нигде не помещаются. После реконструкции ТЭЦ должна заработать по-новому. Даже валовый выброс обещает снизить на четверть. Депутаты интересовались, когда наступит это прекрасное будущее, но энергетики с ответом не спешат. Говорить в сроке, что это в следующем году будет, в следующем году достаточно тяжело. В этом году будут проекты, я думаю, мы к этим вопросам ещё вернёмся. Например. Рамочку, чтобы сроки поставить, поставить сами. Ну, 3-5. А вы в последний раз дымовую трубу вот где-то с высшими не построили. Пока более-менее уверенно говорят о строительстве первого электрофильтра. Проектировка начнётся в этом году. Сам фильтр под ключ обойдётся примерно в 300 миллионов рублей. Этот проект называют пилотным. И если он хорошо себя зарекомендует, его начнут тиражировать. Всего на ТЭЦ-1 нужно 10-12 фильтров. А вот когда над городом вознесётся гигантская дымовая труба, непонятно. Единственный вопрос, который мы сегодня задавали, не получили конкретного ответа, это какая сумма будет вложена СГК на реконструкцию выбросов с ТЭЦ-1 и когда эти мероприятия будут закончены. Единственное, что понятно, программа модернизации ТЭЦ рассчитана до 2021 года. Энергетики говорят, что конкретные сроки будут известны после того, как будет готов проект. Построить саму трубу несложно, но есть ещё и прилегающая инфраструктура. Без специалистов рассчитать сроки и стоимость трудно. Проектировать гигантскую трубу начнут в этом году. Дмитрий Пименов, Михаил Ткачук, Афонтова новости.